Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Школа жизни. В Бавруйске продолжается призывная кампания. Есть желание отслужить в армии, защищать свою родину. Годен или нет. Как снег на голову. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. Не оставляйте свои личные автомобили под деревьями, либо неустойчивыми шаткими конструкциями. Какие могут быть последствия. Сам себе начальник. Свыше 900 горожан перешли на налог на профессиональный доход. Не нужно представлять никакие отчеты и декларации. Стоит ли беспокоиться о пенсии. А также ежегодное послание, зарядная станция и горная порода. В стране построят карьер по добыче базальтом. Где его применяют? Экономические перспективы и глобальные вызовы. Президент обратится с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Выступление Александра Лукашенко запланировано на 31 марта во Дворце Республики. Начало в 11.00. В числе приглашенных – парламентарии и делегации от областей и столицы. Высшие должностные лица страны – члены правительства, руководители госорганов, представители ДИП-корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, предприниматели, молодежь, журналисты. Участие примут свыше двух с половиной тысяч человек. Обращение будет транслироваться в прямом эфире на всех национальных телеканалах и радио, а также на ютюб-каналах ГосМИ. Телеверсию можно увидеть в 21.00. Родина сказала «надо», они ответили «есть». В стране продолжается призывная кампания. Этой весной армейский строй пополнит более 300 бобруйчан. Парни уже прошли медкомиссию и распределение. Служить или нет? Ответ искала Татьяна Горбач. Для Эдуарда Березовского служба в армии – дело чести. Отец и дед – офицеры. Прадед и вовсе отдал жизни за страну в Великую Отечественную. Сам молодой человек по профессии ветеринар, но всегда хотел в спецназ. А мечты, как известно, сбываются. Призывная комиссия распределяет в Марину Горку. Есть желание отслужить в армии, защищать свою родину. В принципе, как и все ребята. Научиться чему-то новому, приобрести, возможно, друзей, получить навыки, подтянуть свою физическую подготовку. Студенты-первокурсники белорусских учебных заведений сельхозпрофиля, как и в прошлые годы, смогут отслужить в армии в качестве резервистов во время летних каникул. Но только по желанию. Что касается остальных, военкомати стараются пойти навстречу при подборе подразделения. Всего же Бобруйской призывной комиссии предстоит вынести свыше тысячи решений, в том числе и о предоставлении отсрочек. В настоящее время отсрочки могут быть предоставлены по следующим основаниям. По состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейному положению, для осуществления депутатской деятельности, для прохождения интернатуры и сдачи квалификационного испытания, для получения военно-технических специальностей и на основании указов президента Республики Беларусь. Минобороны и Минздрав, к слову, уточнили требования к здоровью призывников. Нововведения коснулись 22 пунктов. Связано это с многочисленными обращениями молодых людей, которые хотят стать военными, но не могут получить допуск к воинской службе. К примеру, в силы специальных операций теперь не берут мужчин с массой тела более 100 килограмм. Раньше максимальный вес был 90. Конкретизированы и уровни определения годности при заболеваниях эндокринной и нервной систем, расстройстве питания, нарушении обменных процессов, болезнях глаз, сердца, кожи, позвоночника, при артериальной гипертензии и деформации стопы. У нас службы проходят в Вооруженных силах Республики Беларусь, в Министерстве внутренних службы, в органах пограничной службы и в Комитете государственной безопасности. То есть все наши юноши охватывают весь спектр силового блока. В Бобруйске призыву подлежат свыше 300 человек. Отправка в войска пройдет с 26 апреля по 5 мая. Солдатский хлеб не бывает легким, но тот, кто его попробовал, может по праву называться настоящим мужчиной, который дал священную клятву достойно исполнять свой долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Плюс на минус. В стране сохраняется оранжевый уровень опасности. Только за сутки в Бобруйске выпало свыше 30 миллиметров осадков, что в два раза превышает декадную норму. Высота снежного покрова достигает 10 сантиметров. С крыш обваливаются груды снега, а из-за сильного ветра в Стасевке, Телуши, Слободке, на улице Минской и в районе санатория Шинник повалились деревья. Устраняли последствия непогоды сотрудники МЧС. Если вы оказались на улице, то остерегайтесь опасных мест конструкции, таких как мосты, трубопроводы, линии электропередач. Не стоит прятаться за остановочными пунктами, за рекламными щитами, под деревьями, либо какими-то нависшими конструкциями. Также не оставляйте свои личные автомобили под деревьями, либо неустойчивыми шаткими конструкциями. На борьбу с непогодой на улице города выехала снегоуборочная техника. Специалисты просят отнестись к очистке дорог и дворов с пониманием и не парковать авто возле тротуаров надолго, чтобы не мешать проезду спецмашин. Все желающие также могут помочь коммунальщикам расчистить дорожки и проезды вблизи своих домов. Финансовый мониторинг, природный ресурс и контрольное изложение. Минобразование озвучило даты выпускных экзаменов для девятиклассников. Что изменится? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Профсоюзы Беларуси зафиксировали падение цен на практически все виды круп. В пределах 2-4% подешевели гречка, манка и перловка. Также снизилась стоимость риса, растворимого кофе и черного чая. А вот овсяные хлопья, пшеничная мука и вареная колбаса подорожали на 3%. Выросли цены на сезонную продукцию – помидоры, сладкий перец и репчатый лук. В стране построят карьер по добыче базальта. Это новый вид ископаемого для республики. При этом страна расходует 70-80 тысяч тонн природного ресурса в год. Сфера применения довольно широкая. От утеплителей и минеральной ваты до сырья при изготовлении керамических плиток. Уже начаты работы по разведке месторождения. В первом полугодии специалисты планируют завершить полевые работы. Беларусьнефть в этом году модернизирует 250 зарядных станций для электрокаров. Планируется также добавить разъемы дополнительного стандарта. Такой шаг в компании связывают с увеличением популярности китайских автомобилей. Также расширяется сеть супербыстрых зарядок. К 2030-му планируется открыть 86 таких комплексов. 26 разместятся в столице, остальные – в регионах. Выпускные экзамены у девятиклассников пройдут с 1 по 9 июня. Учащиеся сдадут русский и белорусский, математику и историю Беларуси. При этом школьники впервые напишут по языкам не диктант, а изложение. Расписание в каждом учреждении образования утвердит директор. График должен быть готов к 20 мая. Проведение письменных испытаний намечено на 1, 5 и 7 число. В стране проверяют систему оповещения. С 9 до 18 часов может звучать звуковая сирена. Жителей призывают отнестись к этому с пониманием, сохранять спокойствие и соблюдать общественный порядок. Никаких действий предпринимать не стоит. В мессенджере МЧС Беларуси сделает соответствующую смс-рассылку. Продлится проверка по 30 марта. Тот самый случай, когда новое лучше старого. В Бобруйске уже 920 физлиц перешли на налог на профессиональный доход. Рассчитывать на него могут белорусы, которые получают прибыль, но не имеют работодателя и не нанимают сотрудников, а также те, кто зарабатывает от использования имущества. Среди преимуществ выгодные ставки 10 и 20 процентов. Для пенсионеров 4 и 8. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. Кассовое оборудование не нужно. Главное правило – учитывать доход в специальном приложении. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Не нужно представлять никакие отчеты и декларации. Бизнесмены могут не беспокоиться о пенсии. В сумму выплат включаются обязательные взносы в фонд соцзащиты. Подробную информацию можно получить на сайте МНС или по телефону 189. Почти как в Фаберже, в колледже имени Ларина полным ходом идет изготовление пасхальной продукции. Учащиеся вместе с преподавателями расписывают сувениры, деревянные яйца и подставки для них. Используют акриловые краски и гуашь. Здесь же рождается хендмейд в виде керамических изделий, подсвечников и открыток. В этом году у нас появилась новая сувенирная продукция, выполненная из папье-маше. Ранее мы такую продукцию не выпускали. В этом году решили попробовать. Она интересна, увлекательна для выполнения учащимися. Статуэтки можно приобрести в фирменном магазине колледжа. Стоимость изделий от 5 рублей. Самое дорогое обойдется в 30. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Вы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»